22 октября приехал на поле, как я уже говорил. Просто побыть. Буквально вот все. Уже достоверно известно, что в следующей неделе будет первая снега и мне сюда совсем не проехать. Я на месяц, короче, получается в этом сезоне. Получил больше, чем ожидал приездах на это поле. Потому что я думал, что уже в сентябре все закончится. И почему-то мне так казалось, что был сыро и возможно был проехать. Но возможности были. Меня очень сильно радует. Поехал, подкормил вообще те деревья, которые не подкармливал. Вот те самые дальние, получается. Вот там по кромке. Интересно. Ну что если с ними доведется работать через 2-3 сезона, чтобы они уже начали себя чувствовать хорошо. Подкормил несколько яблонь интересным образом. Одну не стал кормить, а другие чахлу и такую средненькую подкормил, а которая более-менее себя чувствовала нормально не стал ради эксперимента. Потому что хочу понять, только будет влияние оказывать подкормкой. Сейчас уже вижу, что даже осенние подкормки азотом, фосфором дают свои результаты. То есть там, где были подкормлены деревья, хоть как-то пошел вот этот вот, как скажем, яркий оттенок у травы. Того дерева. То есть практически у каждого дерева, которое я кормил, а тут в округе я почти каждое дерево кормил. У них у всех неплохо так зазеленили круги. Понятно, что это будет сразу автоматом. Довольно мощный травостой. Это меньше из-за, самое ключевое, что все-таки хоть какие-то минералы, какие-то удобрения попадут в деревья. И если уж и трава смогла так зазеленеть, то, я думаю, дерево все равно чуть-чуть малую часть этого получил. Каждая из деревьев подкормлена по-разному. Где-то много, где-то мало, но в целом предпосылка понятна. То есть если оно отреагирует хорошей, яркой, сочной хвоей, в отличие, я буду сравнивать с теми деревьями, которые не подкормлены, там вон целый лес. Я буду после этого делать выводы и подсыпать удобрения. Может быть каких-нибудь смоходов найду, каких-нибудь долгих паралонгированных удобрений и туда закопаю под деревья, то есть какие-нибудь инъекции сделаю, чтобы они как можно дольше работали. Потому что поливать здесь мне вообще без вариантов. Просто нереально практически на сегодняшний день. Мне здесь вот привозить такие объемы. Ну и просто, в принципе, есть дождь, есть естественные погодные условия. Пусть они дальше продолжают в них расти. Нечего их тут расхолаживать, подкормить. В принципе, не является чем-то плохим. Хочу обратить внимание на первые посадки на данном поле. Две абсолютно новых экспериментальных сосны, привезенных сюда на прошлой неделе. Я о них еще никому не говорил. Сейчас первое их видео. Посажены они вот в таком вот наклоне. То есть одна посажена на меня. Вон та дальняя эта посажена в бок. И будут они еще потом рядом посажены вот в тот наклон и вот в тот наклон. Хочу посмотреть, какой результат будет по побегообразованию на каждой из сосен. В какую сторону, как по солнцу, как они будут куда тянуться, как ориентироваться и так далее. То есть мне вот интересен этот момент очень. Хочу понять, какие изгибы, как правильно это все делать. На следующий сезон я потом привезу сюда череночки какие-нибудь, вкопаю в столбики. И к этим столбикам сделаем анкерение, ну привязку, как якорь. И делать будем с этими соснами уклон, короче, то есть S-образный. Сейчас главное, чтобы они прижились. Посажены они в осень. Вот. Сажены обычным образом, вот таким. Нехитрым, просто выкопанный ком, пролитый. И вот тут и обратно в землю. Вот. Взяты они с такого же обычного поля. То есть никаких секретов нет. То есть обычные полевые сосны. Здесь их очень много, как вы видите. Собственно, вот. Они маленькие, разного возраста. Вот. Чуть-чуть отличается. Буквально там две мутовки, а тут три мутовки новых. То есть вот один год у них разница. Хочу понять, какая будет приживаемость. Нет. Коллега на работе сказал, что Саня, говорит, прикольно выглядит торнадик. Ураганчик. Вот. Выглядит вблизи он вот так. Это, ну, можно сказать, что это брак для той заготовки, которую делаю я. Которая должна получиться, но она все равно получится. Поскольку вот это все в следующий сезон вырастет. Я ее сюда, как уже говорил, вперед сделаю. И то, что можно будет сюда расправить, в эти краешки. Сюда это все расправлю. То есть будет заполняться вот этот треугольник. Будет формирована лапа. И вот так вот в эту высоту застрижена. То есть тут не будет какой-то супер феноменальной лапости. Лаповости. Вот. Будут формироваться такие, как бы, под стандартный стиль. Очень-очень разреженные. Будет максимально разреженная, насколько это будет возможно, лапа. И, ну, вот что-то подобие. То есть только это будет, ну, вот так вот. С каждой вот этих почки, где будут лазить, то есть я их буду заращивать. Ну, это будет такой некий подбонсай стиль. То есть, потому что высота не позволяет ему быть полноценным таким неваки. Ну, вот и садовый топиар из него я тоже не хочу делать. Потому что хотелось сразу делать что-нибудь интересное. А лапы я найду потом большое какое-нибудь красивое дерево, на котором я сделал эти лапы, помпоны. Их тут полно еще вариантов. Ну, и скорее всего под помпоны лучше подойдут вот такие вот ребята, которые можно будет сразу прищипывать с детства. И формировать из них потом вот как облачка, да, вот такие штуки, короче. То есть типа она к возрасту вот этого дерева будет, получается, метра два высотой и уже готовая. То есть фактически, ну, как скажем, максимально правильное формирование, да, нежели вот из такого дерева, которое уже возрастное. Ну, оно там уже возрастное. То есть из него делать эти лапы, то есть у него там корневая довольно большая. Вот, и выкапывать, то есть непропорционально. С этими можно будет играться, то есть сделать у них компактную корневую систему, обрезать и так далее. Нашел еще одно дерево вон там далеко по границе этого участка. Обрезал. У него сегодня вот эту часть, ну, как круговую, так вот подерну, так сделал круг вокруг дерева. Вот. Попробовать в дальнейшем его... Тут оно очень просто далеко стоит, оно одно. Я знаю точно, что это граница этого участка. То есть за ним туда ездить, за одним очень невыгодно поливать, заниматься, удобрять и так далее. Поэтому на него, наверное, придется как раз эксперимент по выкопке. Вот. И переносу куда-нибудь в общую такую, в общий кластер, да. То есть либо в кластер. Туда он претендент, а либо куда-то вот в эту плюс-минус зону. Ну, тут кластеров на самом деле много на этом поле. Потом чуть позже потом расскажу. Вероятнее всего, я думаю, что расскажу. Пока еще не известно, но будем к этому идти. Весна, как говорится, покажет. Надо еще зиму пережить. Вот. Посмотрим, что тут с этим полем будет дальше. Классный сезон. Мне очень понравилось. Единственное, конечно, обидно немного, что не удалось. Мне он по полю. Он то самое-самое-самое дальнее, да. Как-то урвать вперед, чем его урвал фермер. Вот. Она арендная. Шикарная. То есть там на арендном поле можно было интересно попробовать. Сейчас есть такие. Вчера я лекцию слушал по поводу лесопользования. То есть можно было сделать интересное лесопользование. по сбору грибов и вообще ничего не утилизировать. И там 50 гектар. То есть условно 5 тысяч рублей платить в год. И оставить поле зарастать в аренде. И сколько там, а что аренда там условно? Ну вот 5 тысяч, наверное, за все про все. Вот. И собирать грибы, короче, официально. Там, блин, мешок грибов один, два, три. Ну, короче, два мешка грибов за час собираются. Масляты. И можно было окупить, в общем, всю аренду. Ну и знать точно, что это поле. То есть вообще там тебе полностью почти принадлежит в плане аренды, да. То есть там ездить на нем, стричь хоть, мастер-классы проводить. Поэтому жалко. Там было много интересных деревьев. Вот. Ну, слава богу, что вот эта территория частная. И на нее пока никто из этих там фермеров соседних не претендует. Вот. Вот. Ну, посмотрим, к чему у них это все придет. Кричиха. Буду поглядывать, как она растет. Сейчас в школе фермеры мне преподают эти знания. А я буду их смотреть на практике. Вот. Сейчас нам с юга, откуда-то с юга, со стороны Казахстана, идут такие вот холодные тучи. Видимо, со дня на день придет к нам прохлада и снег. Прям вон она. Видно, какая погода, непогода. Воздух свежий, мушек нет, комаров нет. Могу бы, да, в такую погоду поработать. У меня даже лестница с собой есть. Ну, что-то у меня сегодня прям такой chill-relax состояние. Вот то единственное. Может быть дерево сейчас пойду, пару веточек уберу. И то, может, не буду. Сейчас доеду до туда. Да, поеду в деревь. Вот. Такое закрытие сезона. Кайф. Я вообще не ожидал, что столько удастся сделать в этом сезоне. Да, то есть мои вот эти выходные дни, которые я здесь почти все проводил. И я еще и успевал при этом. При всем ездить. Другие задачи делать. И детей в деревню возить. И по городу какие-то вопросы ездить решать. И за грибами, и с друзьями отдыхать. И вообще все успевал. Оказывается, сильно хотеть. Можно многое успевать. Так что, в общем-то, этот сезон показал, что потенциально с Неваки работать можно. Это, допустим, там на следующий сезон закладывать 4-5 хороших деревьев. Прям таких каких-нибудь интересных. Ну, то есть уже форменных. Стандартных, стилистических каких-нибудь. Здесь их выбрать. И начать с ними работать. Остальные деревья надо будет пройти и отметить в карту. Сделать карту деревьев. Их описать. Точки на карте этого поля. С какими в итоге работать надо будет. Перспективу на будущее. То есть там. Года там. Ну, посмотреть 2-3 года. Да. И. Описать. Как скажем. План. Да. То есть, что. Запушаем. Даем расти. Понижаем крону. Санитарим. То есть, фактически, наверное, в следующий год будет супер тотальная санитарка. Вообще всего, что тут есть. Вот. Чтобы деревья себя почувствовали хорошо. Подкормка. Санитарка. Приведение их в порядок. Понижение. Загущение. То есть, поиск вот таких вот интересных вариантов. Тогда через как раз тот год и еще годика-два получится, что деревья будут как раз-таки готовые, готовые, годные к работе. Это очень интересно. Вот. Такого плана работу здесь поделать. Получить опыт. Ну, прям бесценный, конечно, ценный. Хе-хе. Ценный опыт. Вот. Потому что не все мне. Каждый раз там, да, в Неваки ездить. Тоже обязательно еще и в Неваки съездить все равно в следующем году. И понять, какую из этого всего можно извлечь выгоду в дальнейшем. Потому что, ну, хобби – это хобби. И все равно из него хочется извлекать денежную выгоду, эмоциональную выгоду. Ну, для Ютуба, для того же снимать ролики. Вот. А пока я вот чисто такую оздоровленческую свою психологическую, психическую, кайфовую выгоду. Ну, и для здоровья тоже извлекаю из этого. Вот. Стоишь, смотришь, как облака вот плывут. Вот я вот просто реально залипаю. Я что кручу-то? Я кручу специально для того, чтобы зафиксировать вот эту красоту. Просто там скорость какая-то безумнейшее движение у облаков. И вот они такие низкие, очень красивые. Таким вот фронтом идут. Ветер холодный дует. То есть внизу при этом нету такого лютого ветра, чтобы вот он прям сильно задувал. Здесь деревья видно, что еле колышится. Ну, продует, но не супер сильно. А вверху прям очень мощные ветра, очень быстро дует. Поэтому, кстати, я сегодня и не стал обрабатывать. Потому что в такие ветра не особо-то обрабатывается. Ладно. Завершаю видео сегодня. Не знаю, будет оно выложено в YouTube или нет. Возможно, и нет. Разговорное ни о чем. Кому-то вообще не нравятся такие видео. Не про Неваки. Канал-то мой, про меня. Но не про Неваки. Неваки – это тоже часть канала. Но она не является, как выразимся, единственной темой этого канала. Где-то есть грибы, где-то поездки, где-то я сам про себя, где-то мои мысли, где-то я для себя зафиксировать видео. Потому что не хватает памяти на жестком диске. Я их перекладываю на YouTube и удаляю с компьютера. Потом иногда раз-раза пересмотрю. Так что вот так. Ну, красиво. Просто фантастика. Вообще давно таких облаков не видел. Вот прям именно. С такой волнообразной структурой. Они именно вот… Ну, они холодные такие. Прям видно. Холодные облака такие. Клёво. Ладно. Поеду я. Всем спасибо за просмотр, если кто будет смотреть. Получится, если сюда зимой как-нибудь еще приехать пробраться. Будет прикольно, наверное. На снегоходе каком-нибудь. Где бы его только взять. Тоже другой вопрос. Ладно. Завершаю видео.